Далеко-далеко на севере у Ледовитого океана есть суровый, скалистый и героический полуостров, имя ему Рыбачий. В грозное время Великой Отечественной войны его славным защитникам помогали и добрые вести с большой земли, горячие письма родных и подарки дорогих сердцу людей. Были у них и четвероногие гости, и пернатые друзья. Вот о них-то и пойдет речь в этих невыдуманных рассказах. Рассказ называется «Яшка-артиллерист». Всякий раз, как наша батарея открывала огонь по кораблям противника, фашисты бомбили нас с воздуха. И однажды после очередного налета вражеской авиации моряки и артиллеристы неожиданно обнаружили у себя в землянке Зайца. Длинноухий спокойно гулял по деревянному полу и старательно обнюхивал каждую вещь, которая попадалась на пути. Он, видно, сильно проголодался и искал, чем бы полакомиться. Зайц быстро освоился, привык к матросам и не боялся даже, когда к нему подходили и трогали за уши. Он словно понимал, что эти люди не сделают ему плохого. Прижился Заяц в матросской землянке и чувствовал себя в ней как дома. Матросы крепко полюбили своего пушистого жильца и стали звать его Яшкой. Неожиданно Яшка оказался хорошим помощником в боевых делах моряков. Он предупреждал и каждый раз своевременно своих друзей о появлении в воздухе врага. Как только его длинные чуткие уши улавливали отдаленный гул самолетов, он стремглавом пчался в землянку. Бойко перепрыгивал через мшистые кочки и валуны. Значит, будет новый налет. Теперь, артиллеристы, не зевай, готовься к бою. Скоро Яшка настолько осмелел, что при бомбежках не стал прятаться в землянке. Вместе с артиллеристами он смело бежал к пушкам и оставался там до конца боя. Храбрость людей словно передалась косому. За это моряки стали называть его не просто Яшкой, а Яшкой-артиллеристом. А длинные уши его звукоулавливателями. Вот тебе и косой, вот тебе и знаменитый трос. Мне еще хочется прочитать рассказ, который называется «Мишка-матрос». Маленького бурого медвежонка морякам подарили сибирские охотники. Экипаж корабля охотно принял в Мишку свою дружную семью. Особым приказом командира Топтыгин был зачистен на все виды довольствия. Даже матросскую форму сшили ему. И косолапый стал заправским мореходом. Первое время Мишка был пуглив и нерешителен. Все его настораживало. Стук машин, бой склянок, свист ботсманских дудок. Особенно беспокоила медвежонка орудийная стрельба. Кругом гремит, в небе гудит, возле корабля взметаются фонтаны воды. Страшно бывало тогда косолапому. И он старался поскорее скрыться где-нибудь в глубине трюма. Моряки в таких случаях стыдили Мишку. Трус Иваныч, смеялись они, а еще флотскую форму носишь. Мишке, видно, не нравились такие насмешки. И он решил исправиться. Действительно, скоро он осмелел и уже не убегал с палубы, когда корабль вел огонь по вражеским самолетам. Медвежонок и матрасик свой притащил наверх, поближе к событиям. К корабельному распорядку Мишка тоже привык. Ни за что обед не прозевает. Если Мишка взял в зубы свой бочок и заковылял к месту раздачи пищи, значит, время обеда. И это уж точно. На часы можно не смотреть. Не пропустит косолапый и увольнение на берег. Моряки каждый раз брали с собой Мишку погулять на суше, подышать земным воздухом. На корабль он всегда возвращался в положенное время. В вольных отлучках не бывал, знал дисциплину. А вот чужих на корабле косолапый встречал неприветливо, сердился. Бывало, что и за штанину хватал, если посторонний пытался убежать от него. Мишка дорожил своим новым жильем и не думал расставаться с кораблем. И когда во время налета его вместе с матрасом воздушной волной швырнуло за борт, Мишка не растерялся. С задними лапами сумел зацепиться за леера, натянутые по бортам, и удержался. Подоспевшие на помощь матросы увидели, над бушующим морем висит вниз головой Топтыгин и в зубах крепко держит свой матрасик, чтоб не намок. Моряки так и подняли на палубу Мишку вместе с постелью. После этого случая моряки еще больше привязались к своему косолапому сослуживцу, и он еще долго коротал с ними суровые боевые дни. Олень и самолет Лето 1941 года. В Заполярье выдалось солнечное и безветренное. Самолетам в такую погоду раздолье. В безоблачном небе не прекращался гул авиационных моторов. Фашисты нападали не только на военные объекты и скопления войск, но и на отдельных людей, и даже на животных. Раз по берегу залива шел стройный и красивый олень. Он наелся мха ягеля и шагал теперь к ручью на водопой. Местных жителей он не боялся, потому что олень – большой друг северян. Вдруг в небе послышался рев мотора. Олень поднял голову и увидел очень большую странную птицу. С пронзительным свистом она пролетела над его головой, развернулась и помчалась обратно. Олень испугался, запрокинул рога на спину и помчался в сторону высокого скалистого хребта. Но разве убежишь от стальной птицы? Она мгновенно обогнала оленя, сделала поворот и снова понеслась на него. Олень круто повернул к одиночному валуну. Хотел спрятаться за ним, но злая птица опять тут как тут. Олень бросился в горы и уже совсем было добежал до них, как вдруг раздался страшный сил и взрыв, и над хребтом взметнулся столб дыма и огня. Разом стало тихо. Олень остановился. Перед ним ярким пламенем пылала громадная птица, которая преследовала его. Летчик не рассчитал, и самолет врезался в скалы. По единодушному решению защитников рыбачьего этот вражеский самолет был записан на боевой счет оленя.